МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Количество заболевших, новой коронавирусной инфекцией в Нижегородской области превысило 200 человек. Все нижегородцы с положительным тестом на вирус были заблаговременно помещены под карантин и получают все необходимое лечение. Также был выявлен круг контактировавших с ними лиц, у которых также взяты анализы. А сами они изолированы в своих квартирах и находятся под наблюдением медиков. О том, как развивается ситуация с коронавирусом в Сарове, каждый день рассказывает главный государственный санитарный врач по нашему городу Ирина Игнатьева. Заболевших с подтвержденным диагнозом 8 человек и еще 5 человек заболевших, кто в первичном анализе показал выделение коронавируса. Их анализы направляются сегодня на подтверждение в лабораторию особо опасных инфекций в Нижний Новгород. У нас один очаг, в основном, вокруг которого расходятся эти заболевания. И анализ этого распространения говорит о том, что передается в основном сейчас у нас это заболевание даже не воздушно-капельным, а контактным путем. Полную версию смотрите в эфире канал 16, Саров 24 и на нашем канале в Ютубе. К другим новостям. Два велосипеда украли из подъездов на прошлой неделе. Детский двухколесный транспорт преступники увезли с лестничной клетки дома по улице Куйбышева. Жильцы дома на проспекте Ленина тоже оставили велосипед непристегнутым и на другой день его не нашли. Чем еще запомнилась минувшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. Разбитые зеркала и осколки пластиковых частей автомобилей спустя несколько дней все еще лежат на обочине. Прошлую пятницу напротив дома номер 16 по улице Советской произошла авария с участием четырех автомобилей. Виновником ДТП стал водитель автомобиля 2114. Он выезжал со двора и не уступил дорогу Киа Соренто, которая ехала по главной дороге. В результате столкновения автомашина ВАЗ-2114 продвинулась вперед, ее развернула и она совершила наезд на припаркованную автомашину Лада Калина. А Киа Соренто в свою очередь также от удара отлетела в левую сторону на обочину по ходу своего движения и совершила наезд на стоящую автомашину ВАЗ-21009. Все автомобили получили механические повреждения. Не обошлось и без травм. Сильнее всего в аварии пострадали водители, пассажир автомобиля 2114. Водитель сотрясения головного мозга, ушиб нижних и верхних конечностей, подкожных гематом и переломы головки правой лучевой кости. Пассажир, женщина 2004 года рождения, получил телесные повреждения в виде сотрясения головного мозга, перелома крестца слева под вопросом, а также гостализированного в травматологическое отделение. Другие участники аварии отделались ушибами и ссадинами. Госпитализация им не понадобилась. Сотрудники правоохранительных органов на прошлой неделе принимали заявление о повреждении имущества, кражах и мошенничестве. В последнем случае жертвой преступников стала женщина. В телефонном разговоре неизвестные выяснили у нее информацию о хранящихся в банке деньгах и якобы для безопасности попросили перевести всю сумму на резервный счет. Женщина пришла в банк, закрыла вклады, сняла деньги. Когда ей задали вопрос, для чего вы снимаете такую большую сумму денег, она сказала, что деньги необходимы детям. Ни при разговоре по телефону с мнимыми сотрудниками службы безопасности, ни по дороге в банк у нее не закралось и тени сомнений в правильности своих действий. Раз за разом она набирала пин-код на клавиатуре банкомата, вставляла купюры и отправляла свои деньги в неизвестность. В итоге она перевела мошенникам 276 тысяч рублей. С 15 апреля организации должны получать разрешение на работу через электронный сервис «Карта жителей Нижегородской области». Все ранее выданные бумажные документы аннулируют. После подтверждения статуса организации сервис сгенерирует QR-коды для работников, перечисленных в списках. Если в организации ведут карантин, ранее выданное разрешение на работу аннулируют. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В Министерстве просвещения допустили еще один перенос сроков сдачи ЕГЭ в России. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает ТАСС. По данным соцопроса, который на днях провели среди школьников, 40% ребят считают, что ЕГЭ и ОГЭ необходимо перенести. А каждый четвертый и вовсе высказался за отмену этих экзаменов. Напомним, по состоянию на 13 апреля основной этап сдачи ЕГЭ планируют начать 8 июня. С экзаменов по географии, литературе и математике. Сроки проведения приемной кампании в вузах тоже решили изменить. Прием документов на бюджетные места продлили до 10 августа. В Нижегородской области запустили горячую линию, по которой граждане могут сообщать о животных с подозрением на бешенство. Звонки от жителей круглосуточно принимают по номеру 8 831 269 21 64. Напомним, 9 случаев бешенства зафиксированы на территории Нижегородской области с начала этого года. Роспотребнадзор советует гражданам избегать контактов с дикими и безнадзорными животными, ежегодно вакцинировать против бешенства своих питомцев, а в случае укуса незамедлительно обращаться в больницу. Рыбакам напоминают, в Нижегородской области действует запрет на ловлю рыбы в местах нереста. Как сообщают в региональном комитете госохотнадзора, с 1 апреля по 10 июня ловля ограничена на реке Ака. С 10 апреля до 10 июня в зоне Чебоксарского водохранилища. И с 15 апреля по 15 июня в зоне Горьковского водохранилища. В избежании штрафов рыбачить можно только с берега и на любительскую удочку. Саровчане, живущие неподалеку от телевышки, в пятницу вечером стали свидетелями акции «Свет сердца». Городскую телебашню подсветили белым светом в знак благодарности врачам, которые в эти дни спасают жизни больных коронавирусной инфекцией. Подробности в следующем репортаже. Ровно в 20.50 по московскому времени темноту озарил свет от телестанций в Нижнем Новгороде, Сарове, Арзамасе и Павлова. Самые высокие башни региона включили подсветку в рамках акции «Свет сердца». Это своеобразная благодарность сотрудникам медицинских учреждений за то, что в период пандемии они выходят на работу и стоят на страже здоровья и жизни людей. Она посвящена нашим врачам, которые сейчас борются с такой тяжелой болезнью, как коронавирус. Это уже всем известно. И вот мы хотим наши акции подчеркнуть и передать, что они у нас находятся на передовом фронте с борьбой с этой вирусной инфекцией. Хочется им пожелать самое главное – это здоровье, здоровье, здоровье и терпение. Огромного-огромного терпения. Сейчас медики как никогда демонстрируют всю важность их работы. Белая подсветка телестанции стала как врачебный халат – символом мира и чистоты. Присоединиться к акции и поддержать медиков мог любой житель области, не выходя из дома. Достаточно было включить фонарик на мобильном телефоне, зажечь свечу или включить настольную лампу на подоконнике. Этим вечером окна нижегородцев зажглись тысячью огней. Жители тоже не забывают о наших врачах, которые действительно в настоящее время уже у нас герои. Тем, кто каждый день борется с вирусом, докторам, медсестрам, фельдшерам, водителям скорой помощи, как никогда нужны наша поддержка и внимание. Самое ценное, что для них сейчас могут сделать жители региона – остаться дома, чтобы количество больных перестало увеличиваться. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Занятия хореографией, вокалом и разучивания ГАМ теперь тоже проходят дистанционно. Школы искусств нашего города продолжили свою работу в новом формате. Учебную программу не сократили, педагоги занимаются своими воспитанниками с помощью интернет-технологий. Видеозаписи с объяснениями преподавателей и выполненными заданиями учеников стали уже привычным делом. О том, как проходит дистанционное обучение в детской школе искусств номер 2, смотрите далее. Здравствуйте, уважаемые учащиеся шестого класса. Всех приветствую. Задание номер один для шестого класса для Глеба Латухина и Сусатова Ивана. Именно так теперь начинаются занятия в детской школе искусств номер 2. Уроки проходят дистанционно через интернет. Преподаватели записывают для своих воспитанников видеоролики с объяснением нового материала. Ученики в ответ шлют своим педагогам выполненное задание. Домашние условия не всегда позволяют качественно отработать умения и навыки. Входы тут различные приспособления. Шведская стенка, комод, холодильник. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. С 6 апреля детская школа искусств номер 2 перешла на дистанционное обучение. В коридорах пусто, в учебных классах непривычно тихо. Все дома. По словам директора, педагогический коллектив очень быстро мобилизовался и принял новые условия работы. То, как именно будет проходить обучение, обсуждали долго и тщательно. Заранее подготовили материальную базу и разработали стратегию. Программу сокращать не хотели, так как дети получают предпрофессиональное образование. Поэтому создали трехступенчатую систему контроля. Учитель, который создает группу в интернете, он же выкладывает задания учителей и других предметников, которые в данной группе ведут уроки. Это первая ступень. Вторая – рабочая группа, которая возглавляется председателем методических объединений и руководителем структурных подразделений. Они осуществляют первый контроль. Они смотрят процесс обучения. На заключительном этапе процесс дистанционного обучения контролирует администрация школы. Безусловно, такой формат не заменит полноценного общения преподавателей и учеников. Но в условиях самоизоляции это единственная возможность продолжить оттачивать умения, изучать теорию и практиковаться в меру своих сил. Конечно, начав этот процесс обучения, мы увидели, что дети соскучились по занятиям, потому что занятия искусством – это большая радость. Мы выйдем из этой ситуации более подкованными, более технически грамотными. Мы получим новые знания, которые помогут нам лучше, эффективнее работать. Педагогам за несколько дней пришлось полностью перекроить учебные планы. То, что предназначалось для изучения в аудиториях, не подходило для дистанционного обучения. Самый главный и драгоценный ресурс для нас – это наши люди. Люди творческие, люди, умеющие нестандартно мыслить. Люди, спокойно относящиеся к вызовам современного общества. В этой связи я хочу поблагодарить педагогический коллектив нашей школы за столь быструю, методичную и очень качественную работу. В детскую школу искусств номер два до введения режима самоизоляции приходили более 600 воспитанников разного возраста. Все они продолжают заниматься творчеством дистанционно. Елена Грязкова, Евгений Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Не можешь купить сшей. Уже во многих регионах России на фоне жалоб жителей на отсутствие медицинских масок в аптеках власти советуют начать делать их самим. Главное преимущество таких изделий в том, что они многоразовые. К тому же тканевая маска защищает своего носителя дольше, чем одноразовая медицинская. О том, как сделать маску самому, расскажем в следующем репортаже. Медицинские маски в период пандемии – одни из самых востребованных предметов. С их дефицитом столкнулось большинство регионов нашей страны. В первую очередь маску рекомендуется носить тем, кто уже заболел, чтобы во время кашля или чихания минимизировать распространение инфекции. Если вы здоровы и хотите предотвратить заражение, она будет служить дополнительным барьером. Особо предприимчивые жители стали производить маски дома. Ну и мы подумали, а почему бы нам не попробовать их сшить? По словам девушки, на изготовление маски уходит 10-15 минут. Для этого понадобятся трафарет, ткань, нитки и английские булавки. Сшить маску можно на швейной машинке или вручную. Самодельная маска обойдется дешевле, чем покупная. 30-40, 40-50. Ну вот, допустим, если взять пример, метр хлопка, вот хлопковой ткани будет стоить где-то, ну, 170 рублей. Нитки, иголки – 20 рублей. Вот так. Ну, если мы будем считать еще машинку, то там себе стоимость чуть-чуть прибавится. Самодельная маска неравноценно фабричной. Но некоторую защиту она все же обеспечит. Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что при повторном использовании такие изделия нужно регулярно стирать с моющим средством. Затем проглаживать утюгом в режиме отпаривания. Носить ее можно не более трех часов, в то время как срок использования одноразовой медицинской маски – не более двух часов. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канал-16, социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго, берегите себя и оставайтесь дома.